Привлечение детей к занятиям физкультуры и спортом – популяризация здорового образа жизни. Эта фраза звучит, конечно, довольно сухо, однако за ней здоровье целого молодого поколения, которым, к огромному сожалению, хвастаться не приходится. Вместе с аттестатом зрелости мы выдаем нашим детям и справку о болезнях. Эту горькую шутку повторила сегодня директор областного департамента образования и науки Татьяна Лазарева. Так оно и есть. 15% детей приходят до школы уже хворыми. Вдумайтесь, 15%. По закончению учебного заклада, этот процент достигает 80%. Это очень-очень приклад. Медосмотр выявил в области 11 тысяч больных детей. Эта потрясающая цифра говорит о том, что дети перестали заниматься спортом. К тому же, после печальных случаев на уроках физкультуры, эти самые уроки были чуть ли не свернуты. Однако с 1 сентября вступают в силу новые нормативы. Теперь будет три урока физкультуры в неделю вместо двух. На сегодняшний день дети делятся на три группы. То есть основная группа, подготовка и группа тех детей, которые страдают теми или другими хворобами. Дети 1-го, 2-го класса не оцениваются. То есть оцинки им за физическую культуру не выставляются. Дети старшей школы до 1-го жевтня также не выставляются оцинки. Вчители и лекари смотрятся, спостерегают за детьми, в какую группу их на сегодняшний день определить для того, чтобы дитина не постраждала. Для детей открываются новые стадионы, подчеркнула Татьяна Лазарева. В эти выходные, например, открыто два таких стадиона в Суворовском районе. Мы делаем очень много для того, чтобы наши дети занимались спортом. Я думаю, что это сегодня должно быть у нас на первом месте. Все-таки мы родители, мы взрослые, на первом месте у нас здоровье детей. А вот материально-техническая база детско-юношеских спортивных школ оставляет желать лучшего. Необходимо привести в порядок и 190 спортивных площадок при школах и детских садиках. Я не говорю сегодня, что они должны быть супер-европейского начинания. Нет, они должны быть такие, чтобы дети могли безопасно заниматься спортом на этих спортивных майданчиках.